на ремонте вот такая электро вафельница. диагноз не работает. не включается. название здесь внутри ручки написано EV. электро вафельница 1 киловатт. что мы делаем? нужно разбирать логичнее. в принципе можно и отсюда и отсюда разбирать. начну отсюда. потому что логичнее провод здесь. может быть что-то с проводом. с этой стороны у него терморегулятор. с этой стороны провода разбирается обычно. сначала откручивается ручка. а потом наберитесь терпения. она прикипела жиром. засмальцевалась. и нужно добряче отковырнуть. я уже отковырнул. но было это сложно. значит и вот эти три винта откручиваем. опять-таки отковыриваем эту крышку. она открывается. я открутил. теперь опять-таки засовываем в щель и аккуратненько отковыриваем. все присмальцевалась. очень сильно присмальцевалась. значит что теперь открутили. значит прозваниваем. один провод от розетки от вилки идет вот сюда. а второй сразу на ту сторону к терморегулятору. и через вот такой ТЭН с той стороны. потом выходит сюда. заодно сразу и проверим ту часть. все ли с ней в порядке. так прозваниваем сначала соединение. здесь кстати в этой коробке есть соединение проводов. кабель со шнура соединяется с вот такими термостойкими проводами. там в той коробке. проверяем здесь. проверяем. включаю аппарат. здесь у меня прозванивается. значит этот провод показывает через ту всю нижнюю часть проходит. нижний ТЭН терморегулятор выходит сюда. а вот как раз здесь у нас ничего и нет. собственно самая плохая ситуация. сгорел ТЭН. такого ТЭНа сейчас не найти. это советский. но так как я ремонтирую знакомый. нужно что-то сделать. легких путей не ищем. будем ремонтировать сам ТЭН. посмотрим что из этого получается. значит как это сделаем. откручиваем крепление ТЭНа. просто откручиваем и снимаем. смотрим. я открутил крепежные пластины и уже видно что один контакт держится на ТЭНе. а второй не держится. отломался. вверху это изоляционная пластина. электроизоляционная пластина. снимаем ее аккуратно. потом идет асбистовой какой-то теплоизоляционный слой. ну и его тоже снимаем. он тоже нужен аккуратно. немножко разлез. но ничего страшного. и вот тут видим что отгорела спираль. но легких путей не ищем. поднимаем. здесь тепло. сам ТЭН состоит из нескольких слоев электроизоляции. берем лезвие. поддеваем. и вот тут 3 таких слоя электроизоляции. здесь и здесь был контакт. он прикреплен к самому к спирали нихрома. поддеваем. я уже тут немножко поддел. поддеваем и ищем где же не отгоревший кусок нихрома. ищем если он тут или нет. оказалось что тут недалеко есть кусок нихрома. вот он идет. не знаю видно или нет. по-моему видно. сейчас его нужно вывести как-то наружу. сделаю здесь в изоляции отверстие. не знаю как. так чтоб не сломать. таки сломал. ничего страшного. и вот как-то так наверное я сломал. и вот так вот соберу. теперь уже вот так. теперь вот это проверяем. есть ли контакт. нету ли еще какого-то разрыва. так нету. контакт есть. вам не видно было. простите. поставлю сюда. соединяю сюда и сюда. показывает чего-то там. и пищит. значит контакт есть. значит мы можем соединить сюда. здесь оно соединяется на таким механическим зажимом. такой выпил. куда зажимается. нужно немножко расслабить. вставить сюда эту проволочку и зажать. то есть вот в обратной последовательности. вот эта проволочка. сейчас здесь немножко иголочкой пошевелю. расковыряю большее отверстие. вставлю проволоку и зажму плоскогубцами. все будет контакт. и это будет скорее всего полный ремонт. так ну что же. я засунул в обжал нехромовую проволочку. теперь соединяем. показывает. это значит что при включении будет нагреваться. все. в обратной последовательности собираем. сделали невозможно. в принципе такой тен не ремонтируется. восстановили. вторая жизнь. жизнь будет. можно уже теперь печь вафельки. ну и что я хотел сказать. рекомендую именно такую вафельницу. мне нравятся вафельки. именно с такой вафельницы рекомендую. все. на этом собираем в обратной последовательности. и отдаем клиенту. вот какой результат получился. я собрал полностью. уже горячеватая. все греет. можно или жарить вафельки или отдавать клиенту. подписывайтесь на канал. ремонт разной бытовой техники. изготовление элементов декора для дома. для строительства инструменты. все можете увидеть в видео на моем канале. всего доброго. субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok